МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости. Меня зовут Дмитрий Книга. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. На базе Молоковской больницы открылся круглосуточный стационар. Условия здесь очень хорошие. Видите, отдельные палаты. Это просто замечательно. В Ленинском районе отметили День спасателя. Вы действительно, выполняя свои служебные обязанности, рискуете своими жизнями. Дед Мороз раздал подарки получателям акции «Исполни детскую мечту». Внимание! Вручается самый лучший в мире приз! Это вам! Ура! Самый лучший ребенок! Ура! Ура! Распахнувшая в сентябре свои двери Молоковская больница оказывает населению качественные медицинские услуги. Здесь есть и амбулатория, и дневной стационар. А недавно открылся и круглосуточный. Екатерина Коваленко расскажет подробнее. Татьяна Севрякова – одна из первых пациенток круглосуточного стационара Молоковской больницы. У нее хроническое заболевание, и раньше женщина лежала в старом здании медучреждения. Поэтому кто, как не она, может оценить новые условия. Условия здесь очень хорошие. Видите, отдельные палаты – это просто замечательно. Удобные кровати, туалет, душевая там у нас кабинка. Ну, мне здесь очень нравится. Всего в стационар рассчитано 36 коек. Основная направленность – терапевтические больные, не тяжелые формы. К их услугам подготовлены 12 просторных и комфортных палат, оборудованных по самым высоким стандартам. Что касается медицинского персонала, то в штате стационара два терапевта и девять медсестер. Здесь можно получить полный спектр услуг – от обследований, в том числе на рентгене и УЗИ экспертного класса, до вдумчивой и эффективной схемы лечения. Немаловажно, что стать пациентами Молоковского стационара могут не только местные жители. Эта больница рассчитана не только на Молоковское поселение, она рассчитана на Володарское поселение, на развилку, совхоз Ленина, Ленинские горки. То есть все эти поселения, они главные врачи созваниваются, берут плановые места и у нас могут госпитализироваться и получить лечение полноценное. Несмотря на то, что стационар работает недавно, здесь уже все отлажено и функционирует как часы. Чтобы убедиться в этом и проконтролировать ход работы, в больницу с визитом приехал начальник пятого управления. Координация деятельности медицинских и фармацевтических организаций Министерства здравоохранения Московской области Вадим Зеленев. Побеседовав с пациентами стационара и осмотрев палаты, он также проверил укомплектовность лекарствами. Весь необходимый запас сам лично посмотрел, убедился в этом. Здесь имеется и пациентам ничего не надо за свой счет приобретать. Выделили определенные финансирования, аукционы все отыграны, препараты все закуплены и инфузия тоже все имеются в наличии. То есть с препаратами здесь проблем никаких у нас не возникает. Впрочем, открытие стационара – не единственная новость Молоковской больницы. Здесь ведется планомерная работа по привлечению высоко квалифицированных кадров, в том числе и узких специальностей. Так буквально пару дней назад вести прием стала репродуктолог Анна Снегур. Дело в том, что мои пациенты – это пациенты с бесплодием, пациенты с невынашиванием беременности. К сожалению, у нас таких очень много. Это подготовка к ЭКО непосредственно. Соответственно, все, что в моих силах, мы делаем. А в самом ближайшем будущем в Молоковской больнице планируется открытие кабинета стоматологии. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В дружеской обстановке в Музее Ассоциации военнослужащих, уволенных в запас и отставку «Перспектива», состоялась встреча представителей Координационного совета Ленинского района и главы муниципалитета Валерия Венцеля. Председатель правления Василий Сафронов показал гостям комнату воинской славы и рассказал об экспонатах. Отдельное внимание Василий Яковлевич обратил на погибших на военной службе земляков. На флаге российском размещены фотографии ребят, которые погибли в Чечне. Глава Ленинского района Валерий Венцель поблагодарил руководителей общественных организаций за их работу по патриотическому воспитанию молодежи. Было принято решение развивать музей и наладить еженедельные школьные экскурсии. Также Валерий Николаевич поздравил присутствующих с новогодними праздниками. Я еще раз всех благодарю за совместную работу, за соработничество. Сейчас такая самая приятная пора, предвкушение Нового года. Мне кажется, оно даже лучше, чем самовый год. Потому что куранты прозвонили и все. Праздник закончился. Началось застолье и там и все. После первое, второе оно уже смазывается. А вот эти именно последние недели, она самая желанная. Председатель Координационного совета Феликс Жамалиев презентовал музею книгу о знаменитых татарах Московской области. В конце декабря в России традиционно отмечается День спасателей. Профессиональный праздник людей, чье призвание приходить на помощь в самых тяжелых ситуациях. В честь этого события в историко-культурном центре прошло чествование спасателей и пожарных. Екатерина Коваленко расскажет о героях наших дней. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню спасателя, открылась гимном Российской Федерации. Служение своей стране и ее гражданам – вот что объединяет всех сотрудников, работающих в МЧС. Поздравить героев с профессиональным праздником и вручить награды лучшим сотрудникам приехал глава Ленинского района Валерий Венцель. Вы действительно, выполняя свои служебные обязанности, рискуете своими жизнями. Вы являетесь именно теми людьми, которые первые приходят на помощь нашим жителям. Я в первую очередь хотел бы выразить слова истинной благодарности за ваш нелегкий, но поверьте, такой необходимый для всех нас труд. А саму суть этого труда как нельзя точно отражает три слова – предотвращение, спасение, помощь. Таков девиз Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации. Спасатели и пожарные ежедневно идут на украшение огненной стихии и спасение человеческих жизней, часто рискуя своей собственной. Все это требует храбрости, отваги, эмоциональной устойчивости и самопожертвования. Именно такими качествами обладает Владислав Каменев, воплотивший мечту своего детства – стать пожарным. Уже 17 лет он спасает людей, но каждый раз перед выездом на место происшествия думает только об одном. Первая мысль, выезжаешь на пожар, естественно, лишь бы ничего серьезного, лишь бы не дети и не массовое скопление людей. Хочется приехать, чтобы все закончилось быстрее, ни на сутки, ни на двое. Недавно я был в Подольске по второму номеру, 15 часов на морозе, завод, были пострадавшие, но хорошо все обошлось. И таких выездов не счесть. Это каждодневная работа, будни спасателя. Владимир Князев – один из старейших сотрудников МОЗ «Облпошспаса». С высоты прожитых лет он невероятно точно рисует портрет человека, чье призвание – спасать и помогать в самых тяжелых ситуациях. Должен быть серьезным, ответственным товарищем. Ну, как сказать, это может казаться банальным, но и смелым, с какой-то дерзостью. Потому что бывают такие моменты, ну, другой вот скажет, я не полезу, там все такое. А нет, большинство идут, лезут, знают, что могут их погибнуть, все, ну, человек спасает. А значит, нам бояться нечего, ведь в случае непредвиденных ситуаций нам всегда на помощь придут спасатели. Настоящие профессионалы – своего дела. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Подмосковье активно реализуется президентская программа «Путевка в жизнь» – получение профессии вместе с аттестатом. Она позволяет школьникам к концу девятого класса обрести специальность и при желании трудоустроиться. 45 школьников, проходящих обучение в колледже Московия в поселке Развилка, по специальностям агент банка и секретарь руководителя освоили первый модуль программы и получили свои первые сертификаты. Подробности в нашем следующем сюжете. Восьмиклассники Молоковской и Развилковской школ каждую неделю после уроков приезжают в колледж Московия, что в поселке Развилка, где осваивают свою первую настоящую профессию. Часть ребят решили выучиться на агента банка, остальные получают образование по специальности секретарь руководителя. Школьники начали заниматься еще в сентябре, и сегодня у них важный день. Ребята прошли первую часть программы, освоили первый модуль. Данная часть называется «Старт в профессию», а модуль называется «Введение в профессию». И в связи с этим они получают соответствующий сертификат. 45 восьмиклассникам в торжественной обстановке вручили сертификаты об окончании первого модуля «Введение в профессию» и рассказали о том, что их ожидает в дальнейшем. На следующих этапах у вас начинается учебная практика. Кроме теоретического обучения, данные уроки, данные занятия предполагают и освоение практических навыков. Приоритетный проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья. Получение профессии вместе с аттестатом» стартовал в 2018 году. За два года к концу девятого класса ребята не только освоят школьную программу, но и получат востребованную специальность, по которой после окончания средней школы смогут трудоустроиться. Восьмиклассница Диана Полянская уже определилась с будущей профессией. Она хочет работать в банке, поэтому считает проект отличным стартом для своей будущей карьеры. В дальнейшем у меня будет какое-то образование. И мне интереснее эта профессия, чем секретарь руководителя. Помогать мне больше нравится из-за того, что я могу помогать кому-то. А вот Владимир Беклемищев еще не определился со специализацией, но уроки по выбранному курсу секретарь руководителя посещает с удовольствием. Все интересно рассказывают, иногда показывают, что как. Очень хорошо, он хороший учитель, все хорошо объясняет. Мне нравится. После торжественной части ребятам еще раз рассказали о проекте, а также познакомили с другими образовательными программами колледжа. Студенты Москвы подготовили для школьников аппетитный мастер-класс по карвингу. Так называется фигурная резка из овощей и фруктов. Елена Бабина, Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. Акция «Исполни детскую мечту» прошла в Видновском торговом центре «Ларец». В ходе нее любой желающий мог передать новогодние подарки детям с ограниченными возможностями здоровья. Для этого нужно было снять с новогодней елки письмо и приобрести то, о чем просил ребенок. Исполнять мечты вместе с Дедом Морозом отправилась наша съемочная группа. Дед Мороз – старик хитрый. Просто так подарок ни за что не отдаст. Сначала стихотворение и песню, а вот потом уже можно и на сюрприз посмотреть. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Семен Вихров учится в третьей видновской школе. Увлекается древнегреческой мифологией и мотоболом. Как выясняется, к приходу новогоднего гостя готовился. Явление Дедушки Мороза сегодня было неожиданным или все-таки ты как-то ожидал? Ожидал все-таки. Да. Что, кто-то подсказал, кто-то раскололся? Да. Кто? Мама. В подарок Семен получил рюкзак и футбольные кроссовки. Этот набор вместе с фотографией и автографом подготовил для него депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. У ребенка была мечта. Соответственно, написали Деду Морозу. Передали. Конверт Дед Мороз забрал. Соответственно, ждали подарка. Акция по исполнению детской мечты проходит в Ленинском районе не первый год. Принять в ней участие может любой желающий. Для этого надо просто снять с елки письмо Деду Морозу и приобрести то, о чем просит ребенок. Традиционно Вячеслав Александрович Фетисов участвует в мероприятии. В прошлом году мы вручали в торговом центре Вегаса. Деду Морозу пишут детишки свои пожелания и мы пытаемся воплотить это в жизнь. По второму адресу появление Деда Мороза, похоже, стало сюрпризом. Кукольный набор приготовил для маленькой Алисы глава муниципалитета. Мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Спасибо. Мы вас тоже. Вас поздравляет администрация Ленинского муниципального района. Лично сам глава района Валерий Николаевич Ленинский. Здесь Дедушка Мороз долго томить ребенка не стал. После коротких стихов и песен главный момент вручения подарка. Внимание! Вручается самый лучший в мире приз! Это вам! Ура! Дома и золотой ребенка! Ура! Все получилось! Мама, смотрите! Судя по всему, мама Алиса обрадовалась приходу сказочного волшебника не меньше дочери. Письмо написали, отвезли. Вот он приехал, Дед Мороз. В нашем случае Дед Мороз только символ добра, который любой из нас может подарить ребенку нуждающимся в этом. Не все дети, к сожалению, смогут присутствовать на разных мероприятиях. И каждый ребенок, он ждет своего Дедушку Мороза. И, конечно, Дед Мороз приходит в гости. Желания обязательно сбудутся. Обязательно, вы знаете, нужно верить. Верить в Дедушку Мороза. Он есть, он существует, вот он я. Благодаря акции «Исполни видную мечту» более ста детей с ограниченными возможностями здоровья получили новогодние подарки. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. И о погоде. В пятницу 28 декабря пройдет небольшой снег. Днем и ночью температура составит минус 7, минус 9 градусов. Легкий ветер переменных направлений. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова